Около тысячи североказахстанцев с инвалидностью трудоустроили за два года благодаря проектам партии Аманат. Кроме того, партийцы помогли тысячам ветеранов, а предвыборные обещания в регионе исполнены на 93%. Такие итоги работы аманатовцев озвучили на отчетно-выборной конференции регионального политобъединения. Анастасия Дроняк продолжит. Подводя итоги деятельности филиала, местные партийцы подчеркнули, что за два года в общественные приемные областного и территориальных филиалов поступило свыше 9,5 тысяч обращений. Практически половина из них решены положительно. В итоге за отчетный период проведен 521 прием граждан. 35% обращений решены на местах. В регионе сегодня реализуется 8 партийных проектов. Один из них – Ардагерлерде Ардактаик, в рамках которого была оказана адресная помощь более 5000 ветеранов. С 2022 года реализуется партийный проект «Жера Моната». За прошлый год по нашей области в государственную собственность было возвращено более 304 тысяч гектар неиспользуемых земель. В текущем году планируется вернуть не менее 330 тысяч гектар земли. Реализуется проект «Аул Моната». Главная цель, которая – помочь жителям сел увеличить свои доходы. Кроме того, в рамках проекта «Кедиргысо-скелещек» Монатовцы помогли трудоустроить 986 инвалидов в регионе. Я, предвыборная компания, обещал рассмотреть вопрос бесплатного перелета внутри страны для лиц с инвалидностью. И на сегодняшний день мы видим изменения в этом направлении. Хорошая новость – это то, что компания «Флайерстан» поддержали данную инициативу. И теперь сделали лицам с инвалидностью первой группы 50% скидку на перелет внутри страны. Плюс одному сопровождающему. Предвыборные обещания партийцев в Северном Казахстане выполнены на 93%. За два года ряды областного филиала партии пополнили около 2000 человек на 50%. Обновлены составы областных и территориальных полицоветов. Эти отчетно-выборные конференции – составная часть той трансформации, которую партия запустила полтора года назад. Мы в ходе этих конференций заслушиваем итоги исполнения предвыборной программы за прошедшие два года. Избираем выборные органы партии. Это выбираем членов полицовета, бюро полицовета. Это та часть партии, те партийцы, которые будут нести персональную ответственность за реализацию предвыборных обещаний и обеспечивать этот процесс в каждом регионе. Обсуждение задач партии продолжили на встрече с депутатами областного маслихата и руководителями регионального и территориальных филиалов. В этот же день секретарь партии Руслан Алишев ознакомился с капитальным ремонтом интерната при средней школе села Николаевка в Висельском районе. А также обсудил реализацию предвыборной программы с первичной партийной организацией «Явлинская». Анастасия Дроняк, Евгений Мутыль, Астана Таймс, Североказахстанская область.